хао друзья сегодня я хотел бы поговорить на такую тему как начальная экипировка либо такой скажем бомж набор экипировки для начинающего мотоциклиста либо первосезонника на эту тему мы сегодня и поговорим это видео я распределю на основные пункты по степени значимости экипировки а также вам поведаю значимости функции той или иной экипировки сразу хочу предупредить это лично мое мнение составленная из личного опыта поэтому если у кого-то есть деньги на full экип на полный набор экипировки сразу говорю покупаете его сразу а это видео направлено на людей которые испытывают финансовые трудности либо которые сомневаются в значимости и функции мотоэкипировки вот и втираешь мне какую-то дичь привет серго вам тоже передает привет а в первую очередь я считаю ну без этого никуда без этого ездить это огромнейшее табу это шлем шлем всему голова без шлема никуда объясню почему для тех кто в танке и не вкуривают всю тему шлем большую часть функции как он будет нести это защита глаз защита от ветра защита от мошек защита от пыли защита от всей этой дичи который вам может просто лететь в лицо сидеть поэтому шлем обязателен покупки обязательно вы должны выделить деньги на шлем потому что без шлема я считаю это будет не издана мотоцикле это будет сплошной дискомфорт вообще не знаю как вот допустим собирательство мотоцикле даже выход на трассу там сутку ехать и постоянно там прищуриваясь и не дай бог ли вам мошка в глаз попадет или еще какая пчела жужик и шмелеподобные существа и тут вы задались вопросом а какой же шлем выбрать существует несколько видов шлемов это кроссовый открытый шлем 3 четверти модуляр и интеграл если не брать в расчет то что вы не катайтесь на эндуро либо кроссовом мотоцикле то кроссовый или эндурный шлем вам ни к чему так как эндурные либо кроссовые шлема рассчитаны на другие так скажем покатушки то есть такие скажем не асфальтовые дороги то есть степень применения этих шлемов довольно таки узкая и так скажем специфическая но если у вас преимущественно будут покатушки на оффроуде либо вне дороги общего пользования то это те шлема которые вам однозначно будут нужны ну а теперь что касается обычных дорожных шлемов а точнее поговорим немного о визорах есть два основных типа визора это основной прозрачный а также есть темные либо затемненные визоры чтобы так скажем сэкономить ваши деньги то я бы вам советовал покупать сразу шлем с выкидными очками до темный визор конечно же придает вам некий имидж но также унесет за собой лишние траты и так скажем неудобства так как при смене дня или ночи вам всегда нужно будет где-то с собой возить прозрачный либо темный визор то время как выкидные очки эту проблему решает мгновенно а вот что касается выбора шлема и какой же шлем вам приобрести и если вы не знаете что выбрать то я бы на вашем месте присмотрелся бы к интегралом так как он несет себе лучшую защиту и среднюю ценовую категорию для тех опять же кто в танке нахрена не нужны падать не собираюсь и вообще нахрена так такие бешеные бабки давать за какие-то два куска то ли ткани то ли кожи поясняю объясняю все так же как и со шлемом да не дай бог вам пригодится не по своему прямому назначению то есть там от падения вот это асфальтные болезни которые присущи практически всем мотоциклистам смотрите какую функцию выполняют они опять же это ветрозащита второй момент это мозоли если вы не хотите выглядеть в кругу там друзей либо незнакомцев при пожатии рук чтобы вам не говорили что ты там какой-нибудь стахановец либо герой мастурбатор надо приобрести перчатки потому что но мозоляки есть мозоляки и так есть несколько видов мотоперчаток это полностью замшевые либо тряпчаные комбинированные и кожаные также есть перчатки высокие и короткие отличительной особенностью моты перчаток от обычных является защита внутренней части ладони и на тыльной стороне косточек и какие же перчатки выбрать так скажем из этого многообразия конечно бы я бы рекомендовал кожаные сразу брать поскольку перчатки берутся явно ни на один ни на два сезона но из-за высокой цены конечно же это многих отталкивает также кожаные перчатки не такие удобные и летом жару руки конечно ощутимо потеют сильнее хотя и обладают самой лучшей как по мне ветрозащитой и вообще защитой рук далее пойдут такие скажем более популярные такой скажем среднячок по защите и комфорту это кожа замшевые перчатки также вы можете их сейчас наблюдать у меня на руках на видео такие перчатки довольно таки удобные обладая довольно таки неплохой защищенностью ну и конечно же самое главное довольно таки скромной такой ценой если сравнивать с обычными кожаными перчатками а чего бы я вам никогда не рекомендовал покупки это от обычные тряпчаные перчатки да хоть они довольно таки сильно манят своей ценой и привлекают этим еще к тому же обладает довольно таки хорошей удобностью но вот по остальным параметрам в плане защиты и долговечности это просто мрак поэтому если есть возможность постарайтесь обходить данный вид перчаток исключением могут являться лишь кроссовые либо эндурные перчатки так как на мотоцикле всегда надо будет быть в движении то удобство стоит конечно же на первом месте что касается длинных и коротких перчаток то это уже на ваш личный выбор длинные перчатки обладают больше ветрозащиты и просто защитой но менее удобно в свою очередь короткие перчатки все то же самое но наоборот поговорим о еще такой важной теме это 3 уже пункт который обязателен покупки это мото куртка опять же все то же самое как со шлемом с перчатками то же самое с курткой да она по прямому назначению может быть и не сработает может быть сработает но как защита от ветра от переохлаждения допустим она просто обязательно не забывайте вы не в машине сидите за стеклом за крышей вас все равно будет ветер обветривать хоть вы там трижды там на электричке на галде не имеет значения вы по-любому будете где-то рано утром выезжать где-то может попадете под легкий дождик или еще чего-нибудь поэтому защита именно тело она нужна просто же состоит том какой выбрать опять же как с перчатками либо чисто кожу либо текстиль но об этом я сейчас и расскажу как вы понимаете основное отличие мотокурток от обычных курток это наличие защиты где в мотокуртках она находится на плечах на спине и на локтях и так начали хочу разделить верхнюю одежду на два пункта это мото комбез и мото куртка и поговорим мы сначала о мото куртках где они в свою очередь тоже поделятся на два вида это кожаная и текстильная куртка и так чем же принципиальное отличие кожаной куртки от текстильной начну с кожаной кожаная как по мне куртка первую очередь обладает все-таки лучшей защищенностью и случае допустим падение либо каких-либо скольжение по асфальту она так скажем больше сохраняется она менее повреждается чем текстильная куртка также она меньше намокает в дождь и все-таки меньше обдувается ежели текстильная а вот минусы кожаной куртки такие это в свою очередь конечно же цена она будет немного выше чем на текстильной куртке и к тому же все-таки удобность это тут такой же принцип идет как и у кричаток но еще такой скажем маленький пункт это вес кожаная куртка будет гораздо тяжелее весить чем текстильная текстильные куртки как по мне это по моему такие самые удобные и более так скажем универсальные куртки к тому же обладает меньшей ценой ежели кожаные куртки ну и конечно же весят гораздо меньше чем кожаные такие куртки обычно выбирают так скажем путешественники зачастую поскольку опять же в силу своих плюсов и люди которым первую очередь нужен так скажем комфорт минусы текстильной куртки противоположные плюсом кожаные допустим если вы паре где-нибудь у вас такая скажем асфальтная болезнь то скорее всего ваш текстиль очень сильно пострадает если сравнивать ее с кожаной курткой ну и к тому же в дождь она будет гораздо быстрее промокать намачиваться и тем самым все таки будет не такая скажем тепловая защищенности ежели чем у кожаной куртки ну а теперь поговорим о мото комбезе как вы понимаете мото комбинезон обладает самой лучшей защитой но и в то же время является самой неудобной верхней одежды для мотоциклиста комбинезоны предпочитают люди которые катаются на спортивных мотоциклах поскольку сами понимаете скоростя высокие риски большие поэтому нужно обладать большей защитой чем ежели обычно какая-либо там текстильная либо обычная кожаная курточка ну и конечно же мото комбинезон является самой дорогой верхней одежды для мотоциклиста я херил просто и так какой же вывод я могу сделать если вы гоняете на спортивном мотоцикле и у вас хватает денег то смело покупайте конечно же мото комбез он вам реально пригодится если не хватает денег на мото комбинезон то остановите свой выбор на кожаной мото куртки текстильную куртку я бы на вашем месте даже бы не рассматривал остальные же могут выбрать себе куртку под тем критерием который я назвал это либо исходя из удобства либо бюджета либо что-то какой-нибудь лучше из этих вариантов единственное что я хотел бы добавить это то что мото комбезон подходит далеко не всем и в свою очередь допустим на крузерах либо каких-либо эндурных либо обычных дорожных мотоциклах это будет крайне неудобная экипировка поэтому я считаю вам нету смысла переплачивать огромные деньги за данную экипировку на этом я свое видео вынужден закончить поскольку видео так вышло слишком долгим основные критерии пункты по мотоэкипировки я в этом видео назвал это лично как по мне три основных критерия которые обязательно должны быть покупки если же вы собрались кататься на мотоцикле до существуют еще критерии по поводу мотообуви наколенников и штанов но если это видео вам как-то зайдет вам будет интересно послушать мое мнение по поводу обуви наколенников и штанов то я сделаю еще одну часть но это уже как-нибудь позже ну а на этом я заканчиваю свое видео хочу вам сказать большое спасибо за просмотр это что досмотрели это видео до конца если вам интересно то переходите и подписывайтесь на наш канал оставляйте комментарии если вам было интересно ну а на этом видео заканчивается большое спасибо и до новых встреч